МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Крым.Лив. Программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Энергоблокада Крыма. Как к идее относятся украинцы? Экс-оператор АТР осужден. Независимый медиапрофсоюз требует санкций по крымскому судье. В Крыму невозможно даже возложить цветы к украинским памятникам. Очередные задержания. Окупанты переписывают историю Крыма в студии о реакции на перекраивание фактов и сохранение культурного наследия полуострова. Жигулина роща под снос. В Крыму устраняют поляны протеста. На этой неделе Украина ограничивала подачу электроэнергии в Крым. Две из четырех линий выводились в ремонт. Крым недополучал до 650 мегаватт электроэнергии. Так называемый министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров заявлял, что для того, чтобы обеспечить нужное количество электроэнергии в часы пиковых нагрузок по утрам и вечерам, на полуострове запускали мобильные газотурбинные генераторы. Но энергоблокады, как таковой, пока не было. О том же, как к ее идее относятся украинцы, в нашем первом сюжете. Энергетическая блокада оккупированного Крыма не коснется простых крымчан, утверждает лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джимилев. Однако она может напрямую отразиться на местном бизнесе и силовом блоке оккупационных властей полуострова, считает он. Энергоблокаду, напомним, активисты на админгранице анонсируют около месяца. Окупационные власти полуострова, с одной стороны, сыплют угрозами в адрес ее инициаторов, а с другой, заявляют, что отключение света не отразится на жизни полуострова. По мнению Джимилева, это утверждение правдиво лишь отчасти. Крым обеспечивается электроэнергией из материковой Украины на 70%. 30%, которое вырабатывается на территории Крыма, вполне достаточно для того, чтобы обслуживать больницы, школы и вообще население. Но, разумеется, недостаточно для обеспечения производства, для обеспечения военных гарнизонов, оккупантов, которые, кстати, потребляют длинную часть электроэнергии. И удача сейчас заключается в том, поскольку мы подверглись агрессии, не наша забота, не наша забота Украины обеспечивать материально людей, которые находятся в оккупированном состоянии. Лидер крымских татар уверяет, крымчане, которые поддерживают Украину, готовы жертвовать своим комфортом ради того, чтобы полуостров скорее освободили из оккупации. А вот хотят ли жители материковой Украины подобных жертв? Журналисты службы новостей «Волна» спросили у них об этом на улицах Киева. Выяснилось, что немало украинцев выступают против энергоблокады Крыма. Жалеют крымчан. Люди, это невинно ни в чему, что держава там так, что влада этим керует. А светло, как люди без светла могут быть? Мы все люди, мы все имеем душу и хотим жить. Я думаю, что это неправильно, что они хотят вымкнуть светло. Там есть нормальные, живые люди, но от того, что они будут мерзнуть, кто выиграет? Можно установить там трехкратную цену, но для этого энергия туда должна подаваться. Там и наши татары, и украинцы остались. Жаль народ, конечно. Обидно, что так получилось с аннексией. Но все-таки им надо тоже помогать. Я считаю, что это будет против людей. Вот это введение. Любое примирение лучше всякой войны и блокады. Сторонники энергоблокады Крыма тоже встретились. Однако и они не желают крымчанам темной и холодной жизни. А идею отключения света приветствуют исключительно для воздействия на оккупационные власти и российских военных, захвативших власть на полуострове. Нужно. Потому что агрессору помогать нельзя. Если они взяли себя, захватили чужую землю, пускай они ее обеспечивают. Чтобы российские войска там не пытались за наши деньги. Чтобы туда не переводили бизнес люди другие. И не мучились наши крымчане там. Спасибо татарам, что они это сделали. Потому что надо как-то решать что-то с Крымом. Мы же остановились. А так вот это вот действие, это уже какое-то движение к тому, чтобы повернуть Крым в Украину. Если будут оплачивать, нет. А если не оплачивать, даром нельзя давать. Там тоже люди живут, понимаете. Вообще скрыть живут наши люди. Поэтому выходить с точки зрения, это нужно так, чтобы простые люди не стражали. Идея энергоблокады Крыма остается пока лишь в рамках заявлений политиков и инициаторов гражданского блокирования. А украинская электроэнергия продолжает поставляться на полуостров в рамках договора между государственными предприятиями Украины и России, который действует до конца года. Что будет с документом далее, пока неизвестно. Отключить свет крымчанам не готовы пока и в национальной компании «Укрэнерго». Для такого решения, говорят в компании, необходимо решение правительства Украины. Жители материковой Украины, с которыми мы общались, тоже не верят в энергоблокаду Крыма. Такие неможливые, чтобы вымкнули светло. Светло нужно отключить. Свет там не отключат, потому что там у них запас энергии, там и солнечные батареи, потом другие источники есть. Достаточно для населения. Это только для армии и для флота, чтобы не было электричества. Больше ничего. Тех, кто допускает возможность энергоблокады полуострова, мы попросили посоветовать крымчанам. Как выходить из ситуации, если свет все-таки погаснет. Запасаться дровами, не знаю, еще чем-то. Переходить на альтернативные виды электрической, не знаю, тепловой энергии. Ну, хай терплять, как-то выживать, но Крым будет наш. Бороться все-таки. Это Украина, и я думаю, большинство там за нас. Поддержать Украину и быть украинцами. Станет ли энергоблокада Крыма реальностью, пока не ясно. Однако российские власти готовятся к подобному сценарию и обещают построить энергомост для снабжения полуострова электроэнергии. Даты издачи проекта называют начало 2016 года. Однако это только половина дела, ведь для перекачки электроэнергии с российского материка также необходимы объекты крымской генерации. А они, по звучным расчетам, появятся не раньше 2018 года. Судья так называемого Центрального райсуда Симферополя Юрий Гулевич приговорил экс-оператора канала АТР Эскендера Небиева к 2,5 годам условного наказания. Речь идет о деле 26 февраля. Судья признал Небиева виновным в участии в массовых беспорядках. Эскендер признал себя виновным, поэтому срок оказался ниже нижнего предела. При этом так называемая прокуратура Крыма утверждает, что Небиев якобы дал показания против Ахтема Чайгоза. Эту информацию опровергает адвокат Эскендера. Заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял считает, что заявление о таких показаниях – ложь, которая подтверждает нынешнее состояние российской журналистики. Украинские коллеги Небиева требуют персональных санкций для судьи Гулевича. Независимый медиапрофсоюз Украины требует от украинских властей персональных санкций в отношении судьи оккупационного центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, который вынес приговор бывшему оператору крымско-татарского телеканала АТР Эскандеру Небиеву. Как известно, этот судья приговорил Небиева к 2,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в участии массовых беспорядков. Речь идет об известном деле 26 февраля, возбужденном ранее следкомом Российской Федерации. Решение центрального районного суда Симферополя первое, вынесенное в отношении представителя СМИ в Крыму. Оспаривать его Эскандер Небиев не намерен. Бывший оператор АТР признан виновным в участии в митинге и потасовках, возникших между крымско-татарскими активистами и представителями партии «Русское единство». Однако и теперь уже бывшие коллеги Небиева и руководство телеканала это отрицают, заявляя, что оператор освещал эти события, выполняя редакционное задание. Он находился там вместе со всеми сотрудниками, ну не со всеми, а с очень многими сотрудниками, которые в тот день снимали это мероприятие, подавали его в прямом эфире, с журналистами, с операторами, с техническими сотрудниками, которые там были. Признать приговор в отношении Небиева законным невозможно, поскольку он противоречит украинскому международному законодательству, заявляет в независимом медиапрофсоюзе Украины. Это решение политическое, поскольку вообще все дела, возбужденные по митингу 26 числа политические, не может российская власть даже в той логике, в которой они существуют, судить граждан Украины за проступки или за правонарушения, которые были совершены на территории Украины. В медиапрофсоюзе также требуют от украинских властей привлечения к ответственности судьи Юрия Гулевича, который осудил Эскандера Небиева. Судья, напомним, более 10 лет назад был назначен на свою должность Верховной Радой Украины бессрочно. Однако после аннексии Крыма перепресягнул и теперь выносит решение именем Российской Федерации, в том числе в отношении украинских граждан. Если судья другого государства, он считает себя судьей другого государства, берется судить украинского гражданина, то, мне кажется, наш МИД, наши правоохранительные органы, наши все структуры украинские должны на это реагировать. И, соответственно, профсоюз призвал применить санкции к этому судью, включить его в санкционный список от Украины. В санкционном списке Украины, утвержденном недавно президентом Украины судей Гулевича, нет. Его фамилию мы также не нашли и в обнародованном народным депутатам Украины Сергеем Лещенко перечне судей, чьи дела переданы в высшую квалификационную комиссию судей Украины для принятия решения об освобождении их от занимаемых должностей. Таким образом, Гулевич продолжает оставаться судьей и в украинской правовой системе. Окупантов пугает все украинское, даже цветы. В День защитника Украины полиция окружила памятник Шевченко в Симферополе из-за того, что ночью к нему возложили цветы в честь праздника. Представители Украинского культурного центра попытались возложить цветы к памятнику Хмельницкому. Так они хотели отметить День казачества без политики. Но и этого им сделать не дали. Общественников задержали и проводили с ними беседу в Центре по борьбе с экстремизмом. Трех представителей Украинского культурного центра задержали в Симферополе за попытку возложить цветы к памятнику Богдану Хмельницкому. Как сообщают представители центра, Леонид Кузьмин и Алена Попова вечером 14 октября в День украинского казачества были задержаны возле памятника сотрудниками ППС и самообороны. Их перепроводили в Центр противодействия экстремизму. Там у представителей культурного центра поинтересовались целью акции, поводом для возложения цветов, изъяли телефоны, проверили сумки, держали в Центре Э около двух часов. Вчера мы хотели отметить День украинского казачества и для этого пришли к памятнику Богдана Хмельницкого, чтобы возложить цветы в этот день. Но не успел это только сделать. Через несколько минут к нам подошли сотрудники полиции, которые были в своей форме и были с ними люди, которые были не без формы и не представились. Все проверили наши документы и попросили пройти для беседы в Центр противодействия экстремизму. Как сообщает Алена Попова, представителям Украинского культурного центра, цитирую, попутно объяснили, кто такие, по их мнению, бандеровцы и как на самом деле следует называть трезуб. Какие-либо обвинения выдвинуты не были, хотя Украинский культурный центр назвали террористической организацией. Конец цитаты. Активистов сфотографировали и отпустили. Напомним, утром 14 октября в Симферополе полицейские окружили памятник Тарасу Шевченко, куда ночью проукраинские крымчане принесли цветы перед Днем Защитника Украины и Днем Казачества. С момента оккупации Крыма ни одна дата, связанная с Украиной, не обходится без преследования проукраинских крымчан. Даже когда события связаны не с политикой, а только с культурой. Доказать всем, что Крым 23 года стремился в Россию, оккупанты готовят новую книгу. Об их версии новейшей истории в нашем следующем сюжете. В Севастополе опять решили написать книгу с правильной историей города и полуострова. Труд обещают назвать новейшая народная история Крыма, которая хватит 23 года украинского периода и события последних полутора лет. О том, что Крым входил в состав Украинской Советской Социалистической Республики с 1954 года, авторы труда опускают. Главная мысль, которую обязуется доказать при помощи своего научного исследования – 23 года полуостров шел в Россию. Другого пути, дескать, быть и не могло. Мы только объедним всю эту историю, если забудем о всем предшествующем периоде. Вот наша цель как раз состоит в том, чтобы на фактическом материале, на документальном материале, на основе исторического, историографического исследования, на основе социологического изучения, в том числе в процессе интервью и фокус-групп с крымским и севастопольским населением, представить объективную картину того, как вызревала эта идея и почему она в то ли рекордные сроки и так безболезненно была осуществлена. Инициаторы проекта, руководство Института стран СНГ рассчитывают привлечь к подготовке материалов не только известных личностей, но и рядовых крымчан путем проведения социологических опросов и фокус-групп. Говорят, что этот труд поставит точку во многих спорных моментах и впоследствии станет источником правильной информации для школьных учебников. На основе свидетельств людей, принимавших участие в событиях или просто их оценивавших, находясь в Крыму, в Севастополе, живя на полуострове, мы могли себе представить объективную картину того, каким образом Крым и почему вернулся в состав России. Обширный материал, который есть, мы будем использовать грамотно. Ну и то, что останется за бортом, за страницами книги, однозначно тоже в последующем получит продолжение. По словам Сергея Громенко, крымского историка, который сейчас является сотрудником Украинского института национальной памяти, у севастопольских работников исторического фронта вполне понятное задание. Найти задним числом и обосновать события февраля-марта 2014 года. И оправдать русскую весну, сделанную по факту российскими спецназовцами. Последние 23 года в Крыму не было какого-то однозначного и бесповоротного вектора движения в России. Действительно, в период с 91 по 94 или даже в самом широком смысле по 98 год пророссийские силы доминировали в парламенте и в публичном пространстве. Но они в конечном итоге потерпели поражение, рассорились внутри клановой борьбы. Не удалось реализоваться не только русскому проекту, но и крымско-татарскому. Также, по мнению Сергея Громенко, этот труд может пригодиться и украинским спецслужбам СБУ и прокуратуре. Обещают, новейшая народная история Крыма будет включать более полутора сотни интервью с активистами пророссийских настроений, непосредственными участниками «Русской весны» и с простыми наблюдателями. Что же касается переноса последних событий в школьные учебники, то это, безусловно, нарушает всякие мыслимые представления об исторической науке, о том, что школьные учебники – это квинтэссенс, они должны вылежаться, они должны быть в наименьшей степени противоречивыми и по-хорошему не должны распространяться вообще за события, которые охватывают жизнь конкретного школьника. Эксперты отмечают, написание своей версии истории – один из методов ведения информационной войны Российской Федерации. И сегодня гость в нашей студии, кандидат исторических наук, вице-президент Национального комитета ЭКОМОС Елена Сердюк. Добрый день, Елена. Добрый день. Главный вопрос сейчас для пропагандистских целей. В Крыму целенаправленно создаются мифы о новейшей истории, о текущей истории Крыма, о том, что якобы вот он 23 года стремился в Россию. Вот, например, создают книгу, о которой у нас был сюжет «Новейшая народная история Крыма». И самое главное то, что эти вещи будут пытаться привнести и в школу детям. Как вы считаете, насколько это реально, насколько вообще такие идеи реально внедрить людям в нынешний век технологии и информации? Вы знаете, важко сказать. Единственное, что можно сказать, что с точки зрения идеологии Россия включила колоссальную машину пропагандистскую и фактически кинула в эту пропагандистскую машину, кинула массу мифов, да? Мифов, на которых сегодня, скажем, впливают на сведомость, на подсведомость, на те вещи, которые являются частью идеологического простора. И она активна, на отличие от Украины, в цьем идеологическом просторе. Она его формует. Это я считаю главной безопасностью. Россия формует этот простор, создает мифы и эти мифы пропагирует. Украина мовчает. Украина гораздо пасивнее, да? У нас, на жаль, нет украинской мифологии Крыма. У нас, на жаль, не выисловлены на уровне главных идеологов державы, скажем, Министерства культуры. Наша позиция, однозначно, по отношению до истории Крыма, до памяток Крыма, до рухомой и нерухомой культурной спадщины, власного. Мы сегодня не озвучили, чётко не артикулювали своєї позиції, как на международной арене, так и в середине страны. Я уже не скажу цієї озвучки, да, чи цієї ідеології, яка б прозвучала від України по отношению до Крыму. Ну, навіть на кордонах, да, блокаду, за блокаду там Крыму воюють кримские татари, да, а Україна, як держава, мовчить. Хоча я не беруся говорити про якісь там економічні чинники, там політику і так далі, я беру цей сегмент, який стосується ідеології з огляду на культурну спадщину. Ну, звичайно, це небезпечно. Будь-яке переписування історії – це небезпечно. Але небезпечною є і замовчення тієї ситуації, замовчування тієї ситуації, яка є сьогодні, в принципі, навіть на рівні держави. Хочу сказати, що абсолютно відсутня якась культурна політика в Україні стосовно анексованого півострова. І це починається з елементарних речей, це починається з радіо, телебачення і закінчується якимись міжнародними заявами і документами. Ось міжнародний момент хотілося б якраз затронути. 15 октября Ісполнительний Совет ЮНЕСКО в Паріжі приняло рішення продовжувати мониторинг ситуації в Криму. Тобто це стосується і прав людини, і культурного наслідження, і религіозній сфері. Тобто це дуже великий пласт роботи. Як вважаєте, наскільки для України і для Крима цей момент важен? По крайній мере, ситуація буде фіксуватися. Ви знаєте, це дуже важливо, але я хочу сказати, що починається з 2014 року, коли відбулася ця анексія, з травня 2014 року, коли готувалася сесія ЮНЕСКО, яка відбулася в Катарі, це була 38-ма сесія ЮНЕСКО, Міністерство культури як орган центральної влади не підготувала жодних документів, які прозвучали на сесію ЮНЕСКО, як заява від України. Я вже не кажу, що Україна не впливала на результативну частину і на рішення сесії. Навіть з голосу в залі не прозвучало, що Крим анексований, що є небезпека втрати як рухомої, так і нерухомої культурної спадщини, що Крим – це частина України, що ми просимо прибути моніторингову місію до Крима. Причому ця ситуація, що саме неприємна на 38-му сесію ЮНЕСКО, я ще працювала в структурі Міністерства культури, і саме я готувала такі документи, інформацію по Криму для Міністерства, але та сама ситуація повторилася і на 39-й сесії ЮНЕСКО. На 39-й сесії ЮНЕСКО, яка відбулася в липні цього року в Німеччині в Боні, Україна представила делегацію, яка взагалі не володіла жодною іноземною мовою. Тому ні участі в сесії ЮНЕСКО реальної, ні участі в дискусіях, ні заяв, ніяких звичайної делегації не було. Я вже не кажу про підготовку матеріалів. Тобто Україна сьогодні як держава мовчить. Єдине, що в 2014 році в Італії, у Флоренції відбулася черговий з'їзд ІКОМОСТа, це міжнародна організація, структурі ЮНЕСКО, громадської, яка опікується пам'ятками, і там шляхом досить складних переговорів і відповідних дискусій з російською делегацією все ж таки прозвучало прохання від України і констатація те, що пам'ятки Крима перебувають в небезпеці і потребують окремої моніторингової місії. І КОМОСТ, свого боку, наполягав на певних рішеннях і неодноразово звертати цього питання до Парижу. К сожалению, наше время в ефірі підходить кінцю. І резюме, яке хотілося б зробити, все-таки ждемо більш рішительних дійствів від державства України, наскільки я розумію. Ну, я думаю, що це частина державної політики, це частина державної ідеології, і держава повинна визначитися на самому високому рівні стосовно своєї позиції по анексованому Криму. Спасибо вам большое. У нас в гостях в студії была Елена Сердюк, кандидат історических наук і вице-президент Национального комитету «ЭКОМОС». Дома в Жигулиной роще под Симферополем сносят. Больше десяти лет здесь строили свои дома люди, оставшиеся без земли. 17 строений закончены, всего там около сотни строений – мечеть. Не раз за десятилетия людям обещали узаконить строения на поляне протеста, но после оккупации все надежды на это пошли прахом. На одну из самых известных в Криму полянах протеста начали сносить дома и различные строения. В микрорайоне Жигулина роща, которая административно относится к поселку Мирны, а территориально расположена в черте Симферополя, начали работать трактора и самосвалы. Площадь Жигулиной рощи – почти 42 гектара, и половина самостроів уже уничтожена. За эту землю, которая имеет выгодное расположение и немалую ценность, уже несколько лет ведется самая настоящая война, отмечают местные жители. Сейчас крымские власти передали территорию с возведенными домами крупному застройщику компании «Владоград». Обещают, что на этом месте появится большой микрорайон из многоэтажных домов. Планируется построить 360 тысяч квадратных метров жилья, на котором будет проживать около 20 тысяч человек, будет порядка 6 тысяч квартир. Построить новый микрорайон собираются за 7 лет в несколько этапов. Первые многоэтажки сдадут в эксплуатацию уже в конце 2016 года. Сейчас тем крымским татарам, которые поддерживают власть, пока еще дают возможность разобрать свои дома. А вот с несогласными на переселение поступают просто – дома сносят без разрешения владельцев. Обращаюсь ко всем участникам полян протеста, чтобы однозначно ориентировались только на ту информацию, которая исходит из органов власти, от земельной комиссии, которая работает при совмине. Однозначно те, которые взаимодействуют с властью, те, которые прислушиваются к тем решениям, которые принимаются в рамках земельной комиссии при совмине, однозначно все получат земельные участки. Жигулина роща – известная поляна протеста. В 2005 году люди, которые больше не могли ждать гарантированной властями земли, разбили палаточные городки. Кстати, это место – интернациональная поляна протеста. Около половины претендентов на землю были славяне, другая половина – крымские татары. Постепенно здесь начали строиться дома. Сейчас участок заравнивают, а дома сносят.